Что означает директор по импортозамещению? Решаешь задачки, которые не имеют какого-то стандартного никогда решения. Поэтому нужно разбираться и здесь, и здесь, и здесь. Алло, все пропало, что делать? Да, все пропало, нет, не пропало, ребят, подождите. Вот тут пропало, вот тут не пропало. Сименс, он и будет Сименс. Если какая-то господержка, как мне бабки получить? Мне кто-то даст бабок или нет? Заказал толстенную книжку, которая прямо так и называлась. Какое качество Каздева у тебя будет от человека, который никогда не плавал в океане, а у него спрашивают, как там, вода соленая или не соленая? Здесь мы работали, работаем и будем. Нам другого не остается. Всем привет! С вами нетворкинг-платформа Digital Leader. Это платформа про бизнес и технологии, но в первую очередь про людей. Сегодня мы продолжаем наш цикл выпусков «Бизнесу быть», в которой мы разбираемся в сложных и интересных особенностях существующего рынка. И сегодня мы будем говорить про государственную поддержку IT-продуктов и импортозамещения. Это очень сложная тема и очень актуальная сейчас, поэтому мы пригласили сразу двух спикеров. Я представляю вам Павла Федосова, директора по стратегическим проектам ГК «Цифру», и Наталью Сафронову, директора по импортозамещению компании «Крок». Привет, спасибо, что пришли. Мы сегодня постараемся с вами с разных сторон взглянуть на эту историю. Вот прям попрошу сразу же вас рассказать немножко про себя, как вы пришли к этой тематике. Но вот до этого давайте мы проведем небольшую линию, насколько наш сегодняшний выпуск будет политизирован. Насколько мы говорим про политику или мы говорим про бизнес тут? Павел, ну как думаете? Мне кажется, что здесь, как и в духе вашего проекта Digital Leader, все-таки это про людей, это все-таки про бизнес. Я думаю, политика здесь будет только в том контексте, как она влияет на этих людей и на этот бизнес. И в этом смысле мы, я думаю, не допустим здесь каких-то глубоких размышлений, разночтений. Мы будем работать с конкретными фактами, с конкретной экспертной позицией. Я думаю, что Наталья меня здесь поддержит. Ну я солидарна, да, полностью, абсолютно. Тем более, что сейчас, в принципе, мы работаем на бизнес, на то, чтобы все, что происходило внутри, это напрямую эффективно на качественный, эффективный бизнес, в дальнейшем на наше развитие. Ну, немного отлегло. Нет, действительно, я просто тоже вижу эту ситуацию, что есть какая-то большая политика и какие-то истории. Есть, в общем, вполне себе операционные и правильные процессы развития IT-рынка. Вот мы, наверное, говорим сегодня про это. Расскажите про себя, как вы стали этим заниматься? Ну и в чем именно, что значит дирекция стратегических проектов? Что это за проекты? Чем занимаешься, Павел? Ну да, судя по всему, вопрос ко мне адресован. Я хотел, может быть, пару слов сказать, что это нельзя считать каким-то традиционным клише с этими стратегическими проектами. Всегда они бывают абсолютно разные. И в этом смысле к нашей истории это больше похоже на такого бизнес-разнорабочего, который и модель там посчитает, и оценит необходимость приобретения того или иного стартапа. Все-таки мы там неорганически развивались, как компания. Это и консультант в широком смысле этого слова, который помогает рассказать, что есть сейчас у тебя, как у клиента, у заказчика, что нужно потенциально улучшить, какие инструменты для этого использовать. Ну и главное, наверное, сейчас, особенно, начиная с 2019 года, когда мы активно начали заниматься цифровой экономикой, и вот этим вот курсом, направленным на развитие нашей IT-отрасли, это, конечно, GR. И все, что связано с взаимодействием с госорганами, с институтами развития, с госкорпорациями и так далее. Потому что сейчас там идет основная работа, и там определяются все смыслы и векторы. Поэтому мы занимаемся, по сути, и этим тоже, ну и, конечно, стратегическим партнерством, которое у нас активно развивается с Натальей и вообще с компанией Крок. Такой экзекутив-дженералист, получается. В этом смысле, да, у нас в России GR это такой больше, чем GR. Партнер вроде достаточно узкое понятие. А с точки зрения того, что происходит в целом на рынке, вот эта череда слияния и поглощения, в целом IT это динамичные отрасли. Поэтому нужно разбираться и здесь, и здесь, и здесь, чтобы в том числе и государству донести правильную экспертную позицию на любой вопрос, который у них есть. А у них много вопросов. Ну, ты очень складно выстраиваешь даже сейчас речь на эту тему. Это некая особенность работы с коллегами. Нужно буквально элеветор питч, только наоборот. То есть, когда тебе нужно инвестора убедить в том, что... Да, еще простыми словами желательно. Еще простыми словами. Да, кроссплатформенность, интероперабельность, это, конечно, все там круто и является неотъемлемой частью, как говорится, конкурса документации наших проектов. Но здесь, конечно, да, нужно ровно и четко... Чтобы в конце не услышать фразу «можно покороче и четко, зачем мы это делаем, а лучше обойти». В этом смысле, я думаю, что я ответил на это. Да, очень хорошо ответил. Прежде чем спрошу то же самое у Натальи. Расскажи, как дошел до... Ну, ты чем раньше занимался-то? Всегда в IT шел? Или ты, наоборот, был больше из мира бизнеса? Здесь есть две, как бы, острые темы, если их можно поднять здесь. На самом деле, я, конечно, IT интересовался, потому что пока мы, как я все-таки химик-технолог, это очень сложное с точки зрения поступления и обучения специальности. Нужно постоянно пытаться принять тот факт, что то, чем ты занимаешься на лекциях, но всем остальном, это вряд ли тебе пригодится в жизни. То есть нужно поскорее переходить в практику, к реальным установкам, к реальным лабораториям и всем прочим. И вот я там на четвертом курсе условно думал, а надо делать пивот. И пошел вот в это здание, в Крок, возьмите меня, значит, менеджером по продажам, в международке, международке. Как-то складно, значит, пообщался там с коллегами, но химия не сложилась в этом смысле. Поэтому Крок был первой компанией IT-ши, которая мне отказала, и это, собственно, запало, прибавило конкретно. Но потом просто череда еще университетов, я там в Губкин тоже поучился на химико-технологии, и там мы уже там с ребятами делали бизнес-клуб и пошли в стратегический консалтинг. То есть меня прям воспитал, собственно, вот эта вот среда большой четверки. Ну да, в общем, роль больше, наверное, не из технологий, ты вот пришел в это позицию, а из бизнес-понимания и немножечко химии. Наташа, а что означает директор по импортозамещению? Это, это, ты чем занимаешься? Слушай, ну, если исторически вообще смотреть, когда, во-первых, направление стартовало, и когда оно началось в развитии, это был тот же волшебный 19-й год, в принципе, в самой компании, когда им не предложили заняться тематикой вообще развития этого канала в компании, не было какой-то четкой установки, грубо говоря, что чем должен заниматься этот человек. В Кроке вообще нет такой жесткой директивы, что вот у тебя есть должность, у тебя есть должностная инструкция, и ты по ней шуруешь, как бы. Здесь такого нет. Здесь зачем делаем, собственно, да, для того, чтобы развить какое-то направление. Ты развиваешь направление, у тебя приходит приток новых проектов, денежная история. То есть в той или иной мере на создание крутится история вокруг денег. Как бы было видно, что есть тенденция на развитие в стране, явно это будет определенный пласт направлений, чтобы быть в тренде, быть в той же Ниве, разговаривать с заказчиками с рынком на одной волне, у тебя появляется новое направление. Вот, собственно, ровно в тот момент и появилось само это направление. Поэтому, если говорить глобально, чем занимается направление, это фактически все, что связано с тем же сегментом GR, только здесь немножко другая парадигма, да, потому что Крок сам по себе является IT-компанией. Мы стоим как раз-таки посерединке между производителем, между заказчиком, и вот здесь вот посерединке есть мы, которые слышим проблемы производителя, боли все, что у них есть, точечного, конкретного заказчика, и нам нужно всех подружить, скрестить и внедрить. Это тот момент, когда ты являешься таким, наверное, арбитром на сцене и решаешь задачки, которые не имеют какого-то стандартного никогда решения. Это вообще история самого рынка импортозамещения, то, почему интересно этим заниматься. Здесь нет задач, когда ты утром проснешься и скажешь, ну, там, я знаю ответ на все вопросы. Их тут просто нет, и ты будешь, мне кажется, всю свою жизнь, если будешь идти по этой цепочке, ты будешь все время развиваться. То есть отдел импортозамещения, это не отдел, в котором все российские решения, это как раз отдел, как такой офис, который помогает нам слышать запросы рынка, заказчиков и какие-то новые возможности, и, в общем, эти практики приносить в компанию. Да, это, по сути, все время растущий пул решений, развитие самого решения по портфеле компании. Это история взаимодействия с регуляторами власти, которые у нас есть, потому что невозможно этот рынок представить без органов власти в этой системе. Это постоянная коллаборация с новыми партнерами, игроками рынка. И сейчас есть определенные изменения в оргстуре управления, финансирование, внедрение новых технологий в самих заказчиках. В самих заказчиках появляются люди с новыми должностями, потому что реформируется вся система, в том числе и люди внутри самих компаний. И у тебя вместе получается, что именно наше отдел занимается отслеживанием всей этой ситуации, пониманием, как происходит, информированием внутри самой команды. То есть мы постоянно держим общение с нашей командой продавцов, которые общаются с заказчиками. Они нам рассказывают, мы им рассказываем, что полезного, что изменилось, какие решения в спросе, где есть проблематика, где какие проблемы, чего не хватает, а чего хватает и действительно не стоит изобретать велосипед, уже есть, можно использовать. Точно так же мы взаимодействуем с внешним рынком. То есть зачастую, кстати, не секрет, когда у нас появился спрос такой повышенный на российские продукты, мы были такой горячей линией, наверное, для своих заказчиков, для людей на рынке, собственно, вообще куда бежать, что можно бежать. Алло, все пропало? Да, все пропало, нет, не пропало, ребят, подождите, вот тут пропало, вот тут не пропало. Ну то есть это такая, знаешь, горячая поддержка была в свое время. То есть по факту я к тому, что нету какой-то четкой такой документации, изменяется рынок, меняемся мы, мы подстраиваемся, придумываем новые выходы на рынок, новые решения, новые коллаборации, они могут быть совершенно различными. То есть абсолютно здесь нету предела в нашей фантазии. Ну и теперь, наверное, главный вопрос по тематике. Я просто до конца все еще не понимаю. Если честно, когда я представляю там IT-рынок, ну давайте сейчас упрощу даже свое мышление, там есть кто-то, кто делает продукт, есть компания, которая покупает продукт. Причем здесь государство? Про какое, вообще что мы понимаем под влиянием государства на процессы внутри IT? Про что нам сегодня стоит тут поговорить? Это вопрос, конечно, не на 40 минут, прямо скажем, потому что этим занимаются десятилетиями, если не сказать... Представь, что мы в лифте. Тогда будем делать короче, представим, что мы в лифте, коротко и емко. Нажмите 15-й. Как в Сингапуре тогда. Представляем, что как в Сингапуре. То есть там определенная есть модель, когда ты должен на уровне государства спустить некую стратегическую цель, как в нашем случае, цифровая трансформация отраслей и так далее. И всей этой стратегической цели посвящена, по сути, большая работа отдельных органов исполнительной власти, отдельных институтов развития. То есть все вот эти огромные государственные машины, включая госкорпорации. Здесь, конечно, у нас нужно обучать людей. То есть большая потребность в кадрах есть. Вот сейчас Минцифра увеличила кратно прием людей на IT-специальности. В целом все сейчас хотят стать айтишниками, потому что этот дефицит нужно как-то покрыть. Потому что в интернетах пишут, что вы сразу будете получать 300 тысяч и ничего не делать. И в этом смысле... Ошибка. Не совсем. Можно считать это ошибкой. Но я лично сам был на конференции в одной крупной компании, которая занимается разработкой ERP. И там прям такой график, который в том числе и гарднерским исследованиям был подтвержден, как растет стоимость человека часа, людей, которые внедряют эту одну из крупнейших ERP в стране. В этом смысле люди реально нужны, но без госполитики это сделать невозможно. Это первая часть. Вторая часть. Это общая такая популяризация, потому что где-то что-то кто-то слышал. В целом особо нового ничего не произошло. Была информатизация, до этого была автоматизация. Сейчас просто это, по сути, под новым модным соусом, но с прицелом на данные. Давайте мы обобщим, что первая часть, как я понимаю, важной участия государства в айтишном рынке, это в целом общее принятие технологий. Тут мы действительно техно-оптимисты. И векторы обучения, которые касаются высших образовательных учреждений, чтобы люди учились правильным вещам. А популяризация в целом этих технологий, вот такой вектор. Это, так сказать, верхушка, наверное, айсберга. Когда я про исследование говорю, на самом деле мы тут дискуссию хорошую развели. Но просто это, еще когда вы понимаете, что этот опрос проводится среди всего населения России. То есть это и наши с вами бабушки, и, соответственно, люди, которые занимаются совсем другими вещами. То есть это огромный срез, и в этом смысле, когда эксперты обсуждают, которые так или иначе с этим сталкиваются, студенты, которые это программируют, а люди, которые с этим совсем не знакомы, для них это, собственно, на них это и рассчитано, чтобы не было этого отторжения. В этом смысле вторая часть этого айсберга, самая глубокая, это как раз спрос. Поддержка спроса, поддержка предложения. То есть ты должен обеспечить функционирование, с одной стороны, рыночной экономики, с другой стороны, каким-то образом стимулировать, постоянно делать инъекции, как в Штатах, как в Китае, чтобы у тебя этот рынок рос, все-таки это достаточно такой, как мы говорили в начале, живой механизм. И чтобы напичкать условными стероидами компании, они стали там единорогами, недостаточно просто там веерно раздать деньги, гранты, формы поддержки. Нужно сформировать как раз эту базу, что у тебя есть условный заказчик потенциальный, которому это там нужно, и у тебя есть разработчик. В этом смысле сейчас и поддержка разработчиков, и поддержка вытедрения конечного, она играет достаточно большую роль. В этом смысле мне нравится подход коллег, когда тебя полностью, условно, компания интегратор, обволакивает с тем, чтобы и помочь со стратегией определиться, и с подбором этих продуктов, и дальше помочь их правильно внедрить. Государство как бы пытается такую же позицию занять, только не делая это своими руками, чтобы это как бы сделал рынок сам собой. Мне кажется, тоже это важная мысль. Наталья? Ну, это, знаешь, с одной стороны, да, я ее понимаю, но с другой стороны, для меня это кажется немножко идеалистическая картина. То есть стратегия-то, да, она вполне понятна, но у нас всегда есть камни преткновения. Я здесь, наверное, просто как со стороны внедренца, у меня немножко, значит, она болевшим, собственно. Но когда мы начинаем это приземлять и внедрять, мы всегда, к сожалению, немножко разбиваемся головой о стенку. Почему? Потому что слишком много участников, игроков в рамках одной задачи, например. И зачастую люди между собой не контактируют на решение каких-то задач. То есть, вот, например, сейчас, если там глобально посмотреть, то в рамках вот этой работы, да, которая ведется, очень жесткий идет акцент на интересы заказчиков. Понятно почему. Потому что нужен тот волшебный спрос, который происходит. Отдельные вопросы поднимаются у разработчиков, потому что у них также есть наболевшие моменты, которые они рассказывают. Но есть еще нейтральная сторона, которую сейчас не совсем, так скажем, на мой взгляд, четко выслушивают до какой-то степени или допускают в общение. Да, потому что, ну, как бы мы вроде и не спрос, и вроде не тот, кто готовит. Но мы те, кто внедряем. А у нас есть экспертность. Именно экспертность независимая вообще абсолютно. Потому что мы, по сути, не находимся ни в той, ни в той бочке. Ну, то есть мы где-то посередине. И в этом спросе, как раз именно в построении этой модели, на мой взгляд, нужно участников всех. Как бы это вот чисто позиция наболевшим. Потому что... Почему наболевшим? Потому что мы упираемся потом в принятую систему моделей и ценностей, которая должна быть на рынке, по существующим канонам. И видя вот этот опыт, мы понимаем, что вот здесь чего-то не хватает, а где-то здесь вот здесь чего-то не хватает. То есть сейчас, например, когда идет разработка какого-то одного решения, вот в импортозамещении, почему я сказала, что менеджеры проектов, это отдельные люди, которые играют на 10 роялях, потому что решений нет у одних. Мы пока что не гиганты, к сожалению, западного рынка, где одна компания может предложить готовый стек продуктов. Например, у всех была больная тема, возможно, она снова поднялась, там, унифицированная коммуникация, например. У нас нет готового решения под это взять с рынка и сразу внедрить, как было у наших коллег, например, и транспортировать на компанию. Это внедренческая проблема, которая будет тянуться именно, то есть есть, например, отдельное решение одного вендора, есть решение другого, или там еще третьего, там, как правило, три на самом деле в основном участвуют, потому что в компаниях это почта, это ВКС, это коммуникаторы, как бы они есть трех разных игроков рынка, например. И один дружит с другим, а с третьим, например, уже нет. И кто вот это, кто будет отвечать за конечное внедрение у самого же заказчика, например, на платформе, это вопрос. То есть у нас одно решение работает, другое не работает вместе. Кто будет один ответственный за реализацию всего проекта? Есть большие заказчики, у которых большой штат своего инженерного состава, они могут выделить также проектную команду, у них этот вопрос будет решен. А что будет с теми заказчиками, у которых есть проблема работоспособности, но нет инженерного состава? Как бы вот тут вот вопрос. Ну ты говоришь, что на рынке сейчас есть незакрытая боль, вот какого-то такого медиатора, который понимает, что имеется, и может из кубиков собрать с разной степенью качественного результата. Да, потому что есть, понимаешь, чтобы построить хорошую модель, рабочую, на мой взгляд, мы же всегда опираемся на свой опыт. Но странно ждать как бы другого результата, чем который у тебя есть, делая одни и те же шаги, согласись. А имея предыдущий опыт и желание прийти к конкретной цели, то есть что, сделать, создать свою цифровую платформу внутреннюю, когда мы можем использовать российские продукты исключительно для этого. У нас есть старый опыт предыдущего, у нас есть опыт других стран, он как бы нам известен. Классно, и плюс есть свой внутренний уже, на котором мы там пожгли руки, как бы внедряя проект. Особенно сейчас, мне кажется, за последние полгода мы массово просто в этом вопросе продвинулись. И, по большому счету, если ты соберешь вот это все, а как правило это делают игроки, которые внедряют не одно решение, а внедряют всю платформу, например, целиком и полностью, она захватывает от базовой инфруктуры до верхнего слоя управления на предприятии, например, у них будет именно опыт насмотренно сказать, что уже сразу лучше решить. Можно общаться, грубо говоря, вот там, Петя знает Машу, да, именно там вдвоем поговорить, а можно прийти там в комнату из 15 человек, больше, мне кажется, будет посложнее уже, наверное, и на 15 человек обсудить сразу все проблемы, ну, постараться хотя бы, грубо говоря, нарисовать модели наиболее приближенные. Ну, то есть это вот к этому вопросу. Так, вы говорите достаточно красиво, но я вот тут не улавливаю истории такой. Я российский IT-вендор, есть какая-то господдержка, и как мне бабки получить? Мне кто-то даст бабок или нет? Вот этот вопрос очень искренний, волнует человека, когда он, наверное, будет смотреть, и я такой, как все складно, они влияют на экономику, а где деньги? А ты эти бабки будешь просить, как кто? Нет, ну, смотри, у меня IT-компании, я понимаю, что сейчас реально есть какие-то ниши в связи с импортозмещением, и не хватает конкретных продуктов. Я понимаю, что мне очень сложно будет выйти на окупаемость этого продукта или довести его до уровня тех технологий, которые у нас были там до определенного времени. И мне, наверное, тут нужны были бы не только деньги, мне бы нужны были действительно правильные связи, а главное — возможность попилотировать это решение на крупных вещах. Вот я как-то это могу получить от кого-то? Ну, здесь нужно, опять же, сделать реверанс в сторону того, что Наталья озвучила как некую боль, да, и закончить историю с госполитикой, что вот конкретно вот эти вот боли возникающие, да, они ложатся там в некую, в некие управляющие, управляемые воздействия. То есть была боль, например, у компаний, которые в реестр, например, тех, кто льготы айтишные получает, это все-таки, ну, не прямая как бы мера финансовой поддержки, но косвенно это и налоги меньше, да, и социальное страхование и так далее. То есть это в деньгах, там, где у тебя 80% расходов этого фонда оплаты труда, весьма значительно, да. И в этом смысле вот сейчас там Минцифра пошла навстречу, и уже там принят федеральный закон, да, об изменениях там в налоговый кодекс. Все, значит, барьер по включению в этот реестр, да, он снижается. Теперь тебе нужно не 90% там расходов, доходов от продажи программных продуктов и услуг по их внедрению, да, а уже 70%. То есть для некоторых там интеграторов, в том числе, да, открывается окошко. У нас тоже, например, не все компании пользуются налоговыми льготами, но теперь мы, по крайней мере, постараемся и те, которые до этого не пользовались, туда включить, да. Это вот с точки зрения того, как мысли сообщества, да, мысли вот этого экспертного, большого, значит, клубка, они докатываются в итоге вот до лиц, принимающих решения. А с точки зрения денег, ну, тут это нельзя его назвать простым вопросом, вот на мой взгляд, потому что мы, как компания, которая пользовалась там мерами и поддержками из разных институтов развития, каждая направлена на свое, да, то есть если совсем небольшая компания, да, нужно там обратить внимание на вот те конкурсы, в которых я, к сожалению, там не принимал участие, когда был студентом, например, Умник от Фонда содействия инноваций, или Фонд Бортника, как они еще называются, небольшие программы, там, гранты, там, сотни тысяч рублей на то, чтобы какую-то свою идею, там, протестировать, провести, там, лабораторные всякие испытания. И дальше у нас, на самом деле, целая экосистема реализована, просто мало кто, даже сами госкомпании, могут разобраться в, почему даже госкомпании, потому что они, вроде как, совсем в этой повестке, даже им не всем понятен вот этот вот ландшафт этих мер поддержки, потому что то, что мы сказали про нефинансовую, это окей, ее сейчас все видят, так называемые эти IT-льготы и так далее, которые отрасль пытается, каждая отрасль новая, и телеком хотел там себе эти льготы, да, и радиоэлектроника сейчас, вроде, тоже получит эти льготы, то есть это, по сути, уже неким эталоном становится. А что касается вот именно конкретных государственных денег на счету, это всегда большой вопрос, во-первых, целесообразности, может быть, просто можно найти заказчика, которому это интересно, и он с тобой в соавторстве там выступит, потому что все хотят сейчас нематериальные активы у себя иметь и так далее. Команду, например, да, к себе перезащить и создавать это, мы это тоже видим сейчас сплошь и рядом. А если коллектив небольшой, я бы, ну, посоветовал сначала посмотреть, так сказать, на все меню, которое есть, благо там у Минцифры есть сайт, да, где можно прям прокликать каждую, в зависимости от того, что у тебя имеется. Пять человек и идея, либо там сто или двести человек и какой-то полупродукт, либо готовый продукт с небольшим уровнем готовности, который ты хочешь довести до рынка. Здесь, мне кажется, сейчас вся информация доступна. Вот я сейчас просто как раз подведу некое резюме, у меня начала складываться картинка, потому что мы просто про много тем поговорили, теперь мне немного стало понятней. Окошко, где дают денег, в целом нету. Это децентрализованная, ну, в какой-то мере система различных институтов, которые выполняют ту или иную поддержку, как там информацией, там данными для искусственного интеллекта, где-то просто знакомством, где-то каким-то кастомер-девелопментом в каком-то его сочетании. И государственная поддержка выражается как раз вот в этом многообразии этих историй. И есть некая боль, которая, в принципе, присутствует, что это как бы как-то нужно модерировать в этом океане, где куча разных каких-то сущностей. И вот как раз логичный вопрос, просто все, что я услышала, есть какое-то вот хотя бы единое информационное окно. Как мне, вот я вижу, что тут многообразие опций, по которым можно пойти. Как собраться, мне надо джарщика себя брать на работу сразу или как понять все это меню? Слушай, ну на самом деле здесь нужно понимать в первый момент, то есть зачем, вот ты про джарщика просто заикнулся, да? Во-первых, зачем тебе этот человек и что-то хочешь с ним дальше делать? Ну, то есть его цель и функция. То есть если у тебя единственная цель – это получить субсидирование, финансирование, ну, это, наверное, не та задача, под которую стоит брать джарщика. Ну, нет, я условно так, мне цель развить бизнес. Если подвести итог, карты, грубо говоря, что вот зашел на страничку, у тебя карта такая нарисована, здесь ты получишь за это, здесь ты получишь за это, ее нет, да. Здесь придется половить информацию, поанализировать все источники, посидеть в сообществах, послушать, что говорят люди, пособирать там нетворкинг, принять для себя наиболее выгодные условия, потому что они есть различные. Как ты можешь получить субсидии? Ты можешь получить налоговыми историями, да, соответственно, свои субсидии. Ты можешь получить живыми деньгами в поддержку какого-то проекта, например. Ты можешь получить деньги как стартап вообще обычный, который там, ну, имеет идеи, вот пять человек, как бы, и ты получаешь как стартап деньги. Ну, то есть это различные вариации в зависимости от, на какой стадии у тебя находится бизнес. Научный коллектив, российский научный фонд, да, там существует, существует, господи, даже, это называется, ирия, да, если ты креативщик, да, и ты делаешь какие-то рекламные информационно-патриотические, значит, вещи, да, связанные именно с медиа, тоже можно получить гранты. Они, по-моему, вот сейчас, например, открыли прием заявок. То есть тут нужно постоянно вот смотреть и наблюдать за рынком. Я вот поддержу Наталью, не обязательно иметь GR, я вот, когда просто эти два слова услышал и понял, что теперь это ко мне, ну, прилипло, да, в некотором смысле, я заказался на одном маркетплейсе, такую толстенную книжку, как бы, которая прямо так и называлась, GR, вот, что там и как там, что там происходит, да, да, просто вот на стол положил, да, как библия. И на самом деле, ну, чуть-чуть даже ее прочитал где-то наполовину. Вот все эти тяжелые вот такие вот движения, которые направлены на создание благоприятных условий для целой отрасли одной компании, какой бы она там супербольшой ни была, да, а тем более маленькой, да, одним человеком не решить. И поэтому вот есть множество ассоциаций, да, там, вот в нашем случае отечественный софт, Руссофт, ассоциация интернета, вещей, и многие, там, цифровая экономика та же самая. Да, это там, где все вскладчину, там, своим интеллектом, значит, опытом и экспертами скидываются с тем, чтобы правильно вот эту позицию донести. И в этом смысле, там, это просто твои расходы на членские взносы, но взамен доступ к нетворку, доступ к свежей информации, к новостям, все-таки, опять же. От коллаборации мы никуда не уходим. Вот это очень крутые примеры, да, что... Одно общее дело, вектор одной какой-то, собирается панель заказчиков, и договаривается, это классная практика. А, ну, вы сами состоите в таких движухах? Конечно, ну, это... Ну, а как мы можем без этого существовать? Мне кажется, это невозможно, по сути. Это некий, ну, да, это некий, ну, не то чтобы знак качества прям в каком-то таком воодушевленном, восхваленном смысле, да, но это реально уже инструмент, да, так же, как и любая другая форма общественного договора. Это просто инструмент для того, чтобы ты мог донести правильную информацию правильным людям. Ну, тут, наверное, знаешь, такой момент еще тоже. Тут не только донеси, это же коллаборативная история, да, то есть где ты помогаешь, ты доносишь свой спирт, что-то ты спрашиваешь, помогают тебе. То есть это история, ну, как бы вин-вин, и по факту в результате ты выходишь на такую здравую тропу решения, да, там, в том или ином вопросе, по большому счету. И это один из вариантов, где ты можешь быстро найти вопрос, то есть не лопатить волшебный Google со всеми вопросами, да, а как бы находить быстро ответ. Но очень важно понимать еще, что задать какой вопрос, а чтобы понять, что задать какой вопрос и что тебе реально надо, потому что если ты не задашь конкретно, что тебе надо, ты и ответ такой же получишь, как бы. Это вот сначала придется, да, немножко вникнуть в тематику самостоятельно. А если вот сейчас, ну, наверное, с высоты вашего опыта такую консолидированную информацию было бы здорово услышать, зная про все эти программы, наверное, мы их даже перечислить не успеем в этом выпуске, но вот как бы обобщая их, какие информационные технологии и продукты сейчас больше поддерживаются, на какие там, ну, упор, если там, предположим, все перевести в какие-то баллы, да, и посчитать, ну, сколько баллов у какой технологии, вектора. Поделимся, да? Да. По частям. Сейчас будет две аббревиатуры. Я начну там с первой, наверное, да. Это вот ИЦК, то, что сейчас называется как бы индустриальный центр компетенции, и то, что направлено на поддержку как раз промышленного ПО, да, то есть системы, там, управления технологическими процессами, СКАДы, значит, МЕС, управление активами, и все, что связано конкретно с производственными операциями на предприятиях. Ну, там, сам Михаил Владимирович озвучил это недавно, там, на Ципре, в Нижнем Новгороде, и в целом это сейчас является центровой историей со стороны, как бы, крупного бизнеса и заказчика, то есть, там, господа, акционеры, причем, ну, главные акционеры приехали в Нижний Новгород в жару на один день, на одно пленарное мероприятие с премьер-министром и членами правительства, и из их уст, да, вместо, там, бомбардье, супер, значит, там, яхты и так далее, пошли слова как раз, там, МЕС, а вот у нас там САП, а вот у нас Пельем, а вот тут мы можем, а вот тут не можем. Ну, то есть, когда ты смотришь на то, что люди верховные в компаниях начинают обращать внимание на это, то, что раньше, ну, был, ну, Сименс, он и будет Сименс, да, там, это, оно и есть, нам так поставили, оно и будет. Парадигма резко изменилась, то есть, у нас сейчас, с одной стороны, вот фокус в промышленное программное обеспечение. Сразу, давай тут на секунду остановимся, как раз у нас, как ты оцениваешь, насколько мы близки к импортозамещению и технологии для промышленности, насколько цель достигнута, ну, или достигается. Да я не буду говорить какие-то проценты, я скажу так, что нам есть над чем поработать. Нет, ну, может, не в процентах, а там, как бы, да, все есть, или ой-ой-ой. Нет, я говорю, вот тут как бы не то, что все есть, здесь нам есть над чем точно абсолютно. Ну, не ой-ой-ой. Поработать? Нет, ну, у нас есть уже наработки, которые используются, которые внедрены, поэтому говорить, что это ой-ой-ой, это когда совсем ничего нет, это как бы неправда, потому что есть опытные внедрения, есть референсы, есть уже эксплуатации и так далее. Здесь просто важный момент, что вот когда Паша говорил, что Сименс, он и будет Сименсом и так далее, и тому подобное, то и было скептическое вообще восприятие на любое российское решение. То есть я, когда начинала это направление, я могу сказать, что зачастую даже не хотели слушать, потому что были мировые игроки, их было удобно использовать, это минимальные риски для предприятия при внедрении, это понятный, четкий алгоритм действий, как бы. Но все равно, тем не менее, наши игроки рынка, они не унывали и создавали, да, тот же самый, там, МЕС есть российский, его используют и есть внедрение. Но вопрос просто спроса, он был достаточно маленький, а если у тебя маленький спрос, ты не можешь нормально отловить все свои детские болячки, то есть они будут ловиться только на производственную эксплуатацию, на самой точно. И сейчас уже по факту у нас нету проблемы преодолеть чей-то скептицизм, да, потому что он сам собой аннулировался, у нас есть проблема... Вылечить детские болячки. Вылечить детские болячки, да, и сейчас, по сути, мы этим и занимаемся, поэтому я и говорю, что нам есть над чем поработать. Причем, как я понимаю, болячки не только в самих продуктах, а еще и в их внедрении. Очень мало команд, которые как бы на интерпрайз-уровне настраивают. Просто промышленное ПО, в отличие от всего остального, это цикл внедрения несколько лет. Это может быть 5 лет, может быть 7 лет, может быть 10 лет. Нужно понимать, что это не просто приобретение, значит, лицензии, да, там, с каким-то супер готовым... Там разные этапы, там, белочные зоны. Абсолютно точно. И в этом смысле, вот, просто технологично, технологически, да, то, что сейчас имеется в России, то, во что инвестировали, там, российские игроки, да, с всеми новыми подходами, там, микросервисной архитектуре, да, с использованием уже готовых, там, библиотек, open-source и так далее. Это позволило принципиально изменить саму парадигму. И вот те продукты, которые были раньше, как раз вот, то, что мы вместе с Натальей, как референсы реально мировые указывали, они даже сейчас технологически, чтобы их переписать, да, потребуется огромное количество времени, огромное количество человека лет. И мы понимаем, что тут есть некое даже преимущество. Поэтому говорить о том, если уже меня, например, да, так спросить, говорить о том, что совсем все плохо, наверное, точно не стоит, у нас есть на чем поработать, мы уже над этим работаем. И в этом смысле, вот, опять, возвращаясь к госполитике, государство активно этому помогает, поддерживая наших заказчиков, да, ключевых, и помогая разделить с ними риски, которые связаны непосредственно с внедрением этих программных продуктов. Поэтому здесь мы работали, работаем и будем. Нам другого не остается. Не, ну тут понятно. Чего еще делать? Окей, первая часть промышленности, как выделен ваш вектор. Можно было уехать куда-нибудь, значит, на Бали, заняться криптосерфингом, там, или чем сейчас модно, NFT и всем прочим. И вот такая модель поведения долгое время даже, особенно в пандемию, была как норматив того, что сейчас заниматься. Ну а что, я летом этим открыл компанию по метавселенным чуть-чуть, ну, как некое хобби, но там прикольно. Ну вот просто, если сравнивать там одно с другим, да, здесь просто, конечно, количество такого реального, да, реального интерпрайза, да, как есть realpolitik, есть real enterprise. Вот количество real enterprise настолько большое, что нам тут хватит работы на десятилетие вперед. Ну так, эти десятилетия, понятно, кроме промки, что-то еще есть в таком, явно, вы сказали, две тематики, вторая, что была. Слушай, ну у нас же, в принципе, если ты посмотришь на производство, есть два блока. Это промка, да, промышленное программное обеспечение, то, что касается инфрукстуры, тоже на чем-то должно лоцироваться. Как бы каждый из этих блоков, там, да, разбит на сегменты решений, которые используются. Инфрукстурный у нас тоже, там, не то, чтобы прям весь был закрыт, как бы далеко не так. У нас есть ряд технологических пробелов, да, которые сейчас существуют. И, к сожалению, эти пробелы, например, то есть, вот если прям детально разобрать, да, в примерах инфрукстур, например, мы возьмем первый базовый слой, то, что касается именно оборудования. У нас достаточно ограниченное количество российских игроков, но которые, ну, и, соответственно, к чему это привело? К тому, что у тебя есть запрет, ну, точнее, невозможность купить западное оборудование. Есть российские игроки в ограниченном количестве, это сразу ломает рыночную конкуренцию. И в ограниченном количестве. И в ограниченном количестве в том числе, потому что есть еще, помимо всего прочего, и обычный кризис микроэлектроники, который у нас до этого начался, там, за несколько лет до, и он никуда не пропал. У тебя накладывается некоторых факторов, у тебя пропадает обычная рыночная ситуация внутри рынка. Как бы плохо, ну, плохо регламентированный, по сути, спрос. То, что могло стоить 2 рубля, начинает стоить почему-то 10, как бы, и это вызывает много вопросов и негативов, но этого есть плюс. Если раньше заказчики могли себе позволить немножко жирка, да, как бы, подзакупить лишнего, не сильно разбираясь в своих, как бы, конюшнях и цодах, да, так скажем, назовем, то сейчас это, наоборот, породило лишнюю переутилизацию, как бы, и более, скажем так, эффективный подход к тому, что существует. Но в то же время, как бы, у нас есть решения, в которых, например, вообще нету даже аналогов. То есть, в принципе, например, с точки зрения сетевого мониторинга можем предложить только инфраструктурный. А это тоже вещь, которая абсолютно нужна, она существует в каждой компании. Как бы, при этом нет ни российских, ни западных, кого мы можем использовать. Ну, в целом, я прям, давай очень просто рассмотрю инфраструктуру. Как раз самый базовый слой – это вот серверные мощности, процессора и все остальное. Систем хранения данных, они у нас страдают. Если касаться, например, программного обеспечения, да, то, что использует абсолютно каждое предприятие, это средства резервного копирования. Они абсолютно есть у всех. Ну, как бы, без этого нет. Нет, так с этим хорошо или плохо? Это с этим вот как раз у нас есть, ну, по сути, один игрок рынка, да, это немножко мало. Как минимум, нужно 2-3. И зрелость степень продукта за счет того, что спроса было, мягко говоря, мало. До этого все использовали западных игроков, как бы. И резервное копирование – это такая история, которую можно чуть-чуть отсрочить в реализации и пожить на том, что старое без обновлений, скажем так. То есть, если у тебя там неподписочная была история. Но это боль, которая всплывет абсолютно точно через, там, годика-два, ну, 2-3 года, скорее всего. Да, можно вообще не делать бэкапы и будет все работать до этого момента, как все сломается. Нет, не получится, потому что уже сейчас, если смотреть сервисные заявки, например, инженеров, да, которые существуют, и человека часов, которые не работают, поговорить с инженерами сейчас, у них загрузка уменьшилась, точнее, увеличилась наоборот, так, раза в два, как минимум. Потому что оборудование выходит из строя постоянно. Если раньше закрывал это суппорт вендоров, да, которые существовали, то сейчас это закрывает люди, которые сидят в штате у сотрудника, ну, в штате у компании, соответственно, но при этом у них есть опыт использования этого оборудования, они могут помогать. Ну, понятно, что если там вышел диск, его физически нет, тут уже ничего, как бы, не поможет, по большому счету. Ну, и на какую поддержку в этом мы можем рассчитывать? То есть, ну, опять же, представим, что я эти компании, которые ходят стать вторым, там, третьим игроком на этом рынке, или что я могу получить, или что мне нужно сделать, чтобы стать субъектом всего этого? Ну, так как все-таки прошло с 19-го года, да, и даже с 18-го года, или даже с 17-го, когда цифровая экономика зарождалась как национальный проект, все стали сильно умнее продвинуть и разработчики, и заказчики, а самое главное государство. И вот теперь, когда идет речь о распределении вот таких мер поддержки, звучат конкретные, вполне понятные вещи. То есть, вы покажите заказчика, который готов к внедрению этого продукта, который этот продукт понимает, оценивает его как достаточный, либо там недостаточный в каком-то виде, да, и пусть он, как бы, кивнет. Вот. Вопрос в том, что, как бы, как идея, вот сейчас, наверное, парадима будет таковой, а просто, как ее, как она будет реализована, потому что сейчас, конечно, сроки вот эти вот сжатые, когда нужно всем весь рынок прошерстить, эти проекты найти, каким-то образом проанализировать и так далее. Я не думаю, что это будет быстрый процесс сейчас, я не думаю, что это быстрый процесс сейчас, но стоит, по крайней мере, со своими заказчиками уже диалог на эту тему вести, понимая, что когда-то там этот золотой дождь, он прольется, да, непонятно когда, то есть было, был ряд предложений по ускорению этих мер поддержки. Мы сами видим, как это работает на практике, облегчилась там форма заявки, да, сжалось условно там количество административных барьеров, да, то есть они, по сути, их по сути нет, да, ты можешь любой проект за несколько недель там сверстать, подать, защититься и так далее. Но вот точечность и адресность этих мер поддержки, тут в этом смысле, мне кажется, идет некий реверанс со стороны там социальной политики, когда нужны адресные меры поддержки там малоимущим, да, там, семьям с детьми, вот то, что сейчас реализуется. Мне кажется, то же самое хотят сделать и с айтишкой, да, то есть прошли, мне кажется, времена, когда раздавали вот реально эти гранты, да, там, в 12-м году, в 13-м. Да, но я читал эти проекты тогда, там, на цифровизацию чего-то, ничего не понятно, критерии достижения непонятны, миллиарды куда-то непонятно. Да, сейчас все очень сильно усложнилось, и самостоятельно, даже зачастую, ты не можешь в одиночку этот путь пройти, но я не говорю, что тебе обязательно нужен там либо джарщик, либо какой-то консультант, я говорю, что тебе нужен заказчик, то есть тот, кто придет и скажет, да, мне это нужно, это гуд, вот, в этом смысле, мне кажется, рынок будет несколько переформатирован в сторону тех, кто загодя вложился в создание уже своего, какие-то там инвестиции произвел, и теперь ему необходимо будет доработать. Ну, и получается, вот эти институты, про которые играли, какие-то объединения людей, вот, связки, модиаторство на рынке, где вот несколько продуктов, этого не хватает, заказчику нужно, мы готовы собрать, вот это тоже являются очень важными коалициями такие. Ну, по сути, да, то есть, смотри, у тебя есть несколько игроков на рынке, заказчик формирует тебе спрос, что мне это действительно нужно, и здесь, почему, например, в возможном ВЦК, да, присутствует не один кто-то, да, который высказывает мнение за всех, а несколько компаний одного блока, потому что все равно у каждой компании будет свой взгляд, ну, как у любого человека будет свой взгляд на то, что ему там нужно. И, по идее, высказывая свои потребности, ты потом можешь сформировать определенное ТЗ и понимание, что не хватает рынку, и создать продукт в конкретном вендоре, который можно потом тиражировать и использовать. То есть, это, по сути, наработка создания пула гигантов вендоров, скажем так, в нашей стране. Слушайте, а такой вопрос, а насколько я, ну, остановлюсь в свободном, пойдя по этой дорожке, ну, в принятии своего бизнес-решения, ну, как, ну, давайте, там, из простых аналогий, там, если ты берешь деньги у инвестора, то, ну, ты уже не владеешь чаще своей компанией, иногда у него есть, там, какой-то приоритет в принятии решений. Если я иду, вот, как бы, по этой дороге, насколько я все еще, в общем, там, самостоятельно могу определять вектор развития своей компании? Здесь уместным будет запомнить про опыт наших коллег из-за океана. У них есть некий фонд, который занимается разработкой и инвестированием в технологические стартапы, которые прямо связаны с обеспечением технологического суверенитета и обороноспособности страны. Они, например, вкладывая в стартап, как венчур, как инвестор, они не просят долю свою взамен. Им важно, чтобы были достигнуты некие технологические фронтиры, о которых сейчас тоже любят говорить, особенно в контексте вот этой промышленной революции. В нашем случае, ну, во-первых, нет такого сейчас фонда, да, это в некотором смысле наша мечта, да, что такие формы поддержки, они будут активно распространены. Но опыт того, как это было в России реализовано, да, со всеми скепсисами и с понятной, как бы, приставкой 10 в минус 9 степени, вот, будет сложно в ближайшее время изменить. Но с точки зрения того, когда ты берешь этот грант у тебя, ты, конечно, остаешься свободен, потому что у тебя твоя форма маркетинговой стратегии, стратегии продаж, продуктового родма и всего прочего, ты не просто этим управляешь, ты этим вынужден управляешь, потому что ты даже закоммитился в самом гранте на то, чтобы это достичь. И в этом смысле, там, уровень ответственности персональной, да, он становится намного… Вот-вот, а тут не всегда особо ты остаешься. Да, и… Это к вопросу осознанности, что ты подаешь большому счету. Веришь ты в то, что подаешь, что ты придешь к тем показателям и цифрам, на которые ты подаешь, или же это у тебя сферический конь в вакууме, как бы, вот, когда тебе вводят такую вот, скажем так, ответственность, степень твоей ответственности и осознанность, она резко возрастает. Ну, и второй такой узкий момент, который, ну, со стороны, как может быть такое восприятие, что когда что-то там датируется государственным грантом, и тогда это получается не всегда рыночный продукт, ну, в плане по качеству, или там, что-то, ну, такие базовые критерии соблюдены, но это никогда не будет, там, тот продукт, который ты бы купил за деньги, там, или что-то такое. Таки были разные примеры, там, каких-то поисков, еще чего-то, но не суть, но сложный вопрос. Это, наверное, с одной стороны сложный вопрос. Просто те проекты, которые, ну, де-факто были поддержаны вот именно вот конкретно этими институтами развития, да, которые есть сейчас в пуле у правительства, да, я такого там не встречал, потому что это всегда рыночные механизмы, во-первых, конкуренции, то, что каждый проект конкурирует с каждым проектом, он набирает определенное количество баллов, да, и потом принимает решение весьма существенно коллеги, наделенные существенным опытом, да, то есть они видят сразу ранжирование и понимают, там, что на что направлено. Примеры, когда в Китае, там, или в Штатах напрямую датировались компании и не взлетали, тоже имеются, да, просто про них никто не говорит, даже у Министерства обороны США, да, есть там свой фонд, у ЦРУ есть свой фонд, и там только пять проектов из 250 выстреливают, там просто другой, как это правильно назвать, механизм, да, и толерантность к риску, да, то, что они не рыночные, я такого не встречал, даже вот большая компания, там, C3EI, которая была там создана Томасом Зибелем, одним из основателей Зибель CRM, который он продал Oracle, да, как серийный предприниматель, потом создал отдельную новую другую, она вот до недавних пор торговалась на бирже и продолжает торговаться, просто существенно котировки снизились, но там в конце 21-го года внезапно контракт от Минобороны США на полуерда долларов, то есть, как это можно сказать, является это не рыночным каким-то механизмом, все-таки господдержка, да, но с другой стороны, там определенная контрактная система, у тебя есть там своя маржинальность, ты должен доделать свой продукт, но у тебя есть такой значимый фактор, как технологическая прогрессивность, то есть, если ты сделал то, что написал, ну, например, как в случае с заявками, это окей, да, значит, этот проект, этот продукт, ну, уже хорош, там есть еще и возможность сделать его лучше, если ты достиг каких-то там существенных фронтиров, с точностью распознавания чего-то, да, либо там прогнозированием и прочим, у тебя возникает там дополнительный финансовый интерес, который прямо прописан там в их законодательстве, вот такого, например, да, у нас нет, чтобы продукт, потенциально позиционирующий себя как рыночный и исполнивший все свои обязательства, еще сделал бы вот этот вот рывок, about expectation, да, как в консалтинге говорили, вот такого, конечно, механизма у нас нет, по-моему, они все рыночные. Не, я знаете, что я имел в виду, может быть, это неправильный вопрос, там, когда есть ТЗ, да, там в нем регистрируют, есть две руки у робота, есть глава у робота, он двигает и, да, все выполнено, но, по сути, там, ты смотришь, это такая же железная банка движущая, ну, там были всякие шутки, когда там появились наши, помните, такие первые роботы, смешные, это сравнивали там с тем же Boyston Dynamics и так далее, ну, как бы, это совершенно разный уровень, ну, вовлеченности, что ли, в продукт. И научились ли это как-то, ну, вот, как проверять, что этот продукт реально нужен рынку? Ты имеешь в виду, что пришел какой-то разработчик, попросил, грубо говоря, денег на создание своего продукта, а в дальнейшем он его создал, но рынку он был не нужен, то есть ты про вот эту вот систему Да, 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 что это, ну, некачественный продукт. Ну, так, по сути же, сейчас, смотри, у тебя идет история какая, что, чтобы что-то создать и на что-то попросить денег, у тебя должен заказчик закоммититься на то, что это рынку нужно, то есть у тебя сейчас механизм как раз переработали, чтобы минимизировать эту проблему, как раз, чтобы не появлялись свечи в любом вакууме. И они обязаны его использовать, этот заказчик. Ну, он, конечно, он же, когда подает на субсидирование, собственно, получение этих денег, он коммитится под определенной эффективностью для предприятия или предприятий своих, например. И коммерциализации, что самое важное. То есть если ты взял 100 рублей, будь добр, в первый же год 50 каким-то образом с рынка, покажи своим маркетинговую стратегию, стратегию продаж, будь добр, покажи, отчитай. Если ты этого не достиг, то там начинаются, соответственно, вопросы. И в этом смысле у тебя тройная мотивация бежать вперед. Потому что, ну, иначе ты не сам по себе не будешь. Иначе у тебя есть самый главный риск, который как бы накладывается на всю эту историю. Плюс ты же свои деньги докладываешь. Да, ты свои еще докладываешь. Продолжаем разбираться в рисках. Вот второй риск, который я вижу в такой ситуации, то, что ты нашел заказчика, ты собираешься делать для него продукт, все, все, мэйч совпадает, все хорошо. И в итоге ты делаешь фактически in-house разработку для одного заказчика. И этот продукт потом не является тиражируемым на другие предприятия. Бывает, может? Не то, что бывает, может. На моей практике такое достаточно часто случалось. Но благо никто из вот тех наших партнеров, в том числе. Но мы как вендор тоже работаем с партнерами, тоже вендорами по другим классам систем и в ассоциациях общаемся. Вот таких примеров мы видели несколько. И там реально проекты все рушились на этом. И привязка к одному заказчику, это, наверное, даже по традиционной экономической теории всегда плачевно может закончиться. Поэтому в некоторых просят как раз письма подтверждения, например, о заинтересованности от нескольких потенциальных заказчиков, конкретного анализа этого рынка. То есть, что мне сейчас нравится во всей этой истории, помимо обсуждения рисков, то, что эта просветительская деятельность идет не только на уровне общепопулярной, но и конкретно наши российские вендоры учатся прогнозировать свой рынок, понимать его там, сам, сом. То, что раньше было из-южуал там же за океаном, это сейчас постепенно перетекает к нам, очень большая экспертиза теперь нарабатывается, люди понимают, как они будут этот продукт коммерциализировать. И в этом смысле, мне кажется, вот опыт коллег, которые внедряли долгое время там и отечественные, и западные программные продукты, он может помочь правильно им подсказать этот рынок. Поэтому крупные интеграторы коллаборируют сейчас вот с этими вендорами. Ну это да, потому что, во-первых, даже когда вендора создают свои продукты, например, они его создают допустим без конкретного внедрения интеграции. Когда начинается внедрение, всегда начинается доделывание этого продукта, по большому счету. А зачастую все-таки за комплексное внедрение отвечают сейчас интеграторы, ну в плюс-минус там среднем как минимум компаниях, потому что я говорю, что все равно есть крупные гиганты, да, которые имеют свой свой штат специалистов. И именно в этом процессе вот именно рождается уже готовый продукт, который потом может пойти на дальнейшее тиражирование. Да, я тоже вижу, как вендоры сейчас развиваются, но да, хочется сказать, что до недавнего времени я мог один палец может загнуть вендоров с отчуждаемым продуктом, то есть который мы, может быть, полностью там дорабатываем и внедряем отдельные команды. Ну это я говорю про 1С, конечно, у которого вся построена на этом система. А так ты всегда, ну как бы, если не первую линию, если не бизнес-консультанты, то как минимум инженера берешь оттуда. И очень мало как интеграторов хотели растить свои команды по российским продуктам, не всегда там понимая ценность и завязываясь. Вот это меняется ситуация сейчас? Ну это же история идет от спроса и коммерции. То есть если раньше не было спроса, не было коммерции, ты растишь команду. Это твои прямые затраты на людей, на сотрудников, на их экспертизу и так, ну как бы, на опыт. Это первый момент, который, собственно, всех останавливал с точки зрения. Я сейчас как интегратор говорю, да, потому что вложение было непонятно потом, куда утилизировать. Собственно, ты вложился, а зачем? Как бы, чтобы что? Когда у тебя начал рождаться спрос и ты начал видеть будущее в этих продуктах и возможности их использования, как раз таки, это у тебя рождает желание развивать и внутри у себя эту проблему, коллаборировать с этими людьми. И очень важный момент, что мы все люди и в других компаниях тоже работают люди. И степень зрелости людей в компаниях тоже играет свою роль. И здесь, к сожалению, есть, наверное, может быть, проблематика немножко нашего менталитета, да, что мы достаточно, на мой взгляд, раньше плохо работали в партнерстве. Поскольку был скептицизм к российским продуктам, люди, работающие в российских продуктах все время занимали оборонительную позицию, им все время нужно было кого-то в чем-то убедить. А иногда вот эта вот убеждалка, она ломается. И когда, как бы, у тебя происходит такой момент, ты уже потом начинаешь создавать продукт в продукте, как бы, то есть сам в себе вариться. Ты не хочешь открываться рынку, потому что ты заведомо рассчитываешь оттуда увидеть негатив. А сейчас у тебя вот эти стоп-барьеры человеческого фактора, которые мешают создавать, развиваться и мыслить, они по факту ушли. И ты сейчас приходишь в историю, когда ты можешь прийти, реально сказать, что у тебя есть, выслушать, умение выслушать. Это, кстати говоря, на той конференции на Цепре тоже поднимался вопрос, когда мы все собирались за одним общим столом, там были представители крупных корпораций, ГОС, как раз которые рассказывали о своем опыте взаимодействия, присутствовали интеграторы, присутствовали вендорамы, как раз обсуждали этот момент, что слушать нужно одной стороне и другой. Здесь невозможно выслушать только в одностороннем порядке. И понятно, что когда заказчик приходит и говорит, сделайте, пожалуйста, продукт только под меня, у вендора будет заведомо свой вопрос негатива, что ты не один, у меня есть сотни рынка, грубо говоря. Но при этом это как раз-таки вопрос, когда может появиться интегратор, интегратор может доработать и помочь конкретно этому заказчику с модулями для конкретного продукта совместно с технологией у вендора. И тут я подумал, как раз, Наталья, что тут роль интегратора очень важна, потому что вот это все зависит от заказчика, это, конечно, мантра любого стартапа, любой команды продуктовой, которая идет и начинает нам задавать вот эти КСД-вопросы по спроси маму. И многие заказчики их, ну, как бы в прямом смысле, тошнит даже не в переносном в эти моменты. И тут, конечно, очень важна роль каких-то агрегатора посредников, которые, в общем-то, более знают и могут вот эту массу людей, которые бегут за заказчиками, по крайней мере, как-то смодерировать и организовать. Нет? Ну, я бы сказала, что здесь нужен знающий диалог, потому что если ты приходишь к КСД-вить заказчика, при этом сам не понимая, что творится с рынком и пытаясь применить КСД-в как понимание его проблематики, а может так случиться, что заказчик не понимает, что творится в рынке, потому что он никогда с этим не сталкивался. Например, некоторые отрасли и сегменты, тот же самый, например, коммерческий сегмент ритейла, он до определенных событий, в принципе, не ходил в это направление, ему было мало интересно, что происходит. А ты приходишь его КСД-вить. Какое качество КСД-в у тебя будет от человека, который никогда не плавал в океане, а у него спрашивают, как там вода, соленая или не соленая? А еще у него спрашивают, что раз в день приходят, какие-то другие спрашивают одно и то же. Я ей говорю, что очень важно, не знаю, интегратор или это роль, либо еще кого, иметь человека, который, во-первых, разбирается в отрасли, во-вторых, знает уже ответы на эти вопросы и может быстро понять, какой продукт ему бы подошел из этого многообразия тех, кто ищет грант или свое место под солнцем. Эта модель в рынке опробована и есть в целом глобальные компании, которые эту экспертизу предоставляют. Они, по сути, являются одним из крупнейших внедренцев тех же самых западных программных продуктов. То есть это бизнес-модель такого, я бы не сказал, что это посредник, я бы сказал, что это как раз центр компетенции. Бизнес-модель этих центров компетенции сейчас должна стать, по сути, центровой. И поэтому, если говорить тебе, например, как разработчику, что мне делать, все закончено, старый продукт бросил, продал, или, например, вообще вижу, что политика идет в поддержку разработчиков, вот тут нужно как раз остановиться, посмотреть все, что сейчас происходит и, может быть, как раз посмотреть на коллективы и поговорить с рынком тех компаний, которые покинули ее, но имеют достаточный опыт с тем, чтобы встроиться в какую-то струю, связанную с интеграцией. Потому что сейчас спрос на такие команды будет кратно расти. И я даже не уверен, что имеет смысл сейчас еще прям что-то начать быстро пилить. Потому что все-таки тех, кто умеет пилить, их становится... Дума довести надо. Все больше, вот, что тоже есть. 50-80% успеха проекта этого внедрения. Да. Ну и еще по количеству игроков, даже рынка, если ты сейчас посмотришь, да, у нас там на рынке есть начать считать просто российских вендоров, которые существуют, там уже за 300 перевалило. Но очевидно, что не может быть все 300 качественные. Там явно, если начать выбирать по крупицам, будет качественно только определенные, там, в лучшем случае 10%. Ну, это не так плохо. 30. Уже с этим можно работать. Да, но главное это выбрать. Просто если ты будешь все время зарождать... То есть у тебя пойдет процесс, идея реализации, идея реализации, а нужно идти до, вот, как бы, идеи уже внедрения потом, а не только реализации. Есть ли у вас какие-то, ну, местечки, вот, как бы, закладочки, подсказочки, шпаргалочки, которые мы бы могли оставить нашей аудитории, чтобы они начали в этом разбираться? Я думаю, что в конце под видео мы оставим, в принципе, все, все те вещи, о чем мы сейчас упоминали сегодня, рассказывали. Для информационного общения мы открыты, задавайте вопросы, в принципе, в телеграм-канальчике. Ну да, но у нас можно связаться, если мы с вами свяжем, кого-то будем тоже посредниками, у нас будет собственная такая история. Ну, на канал Минцифр это точно надо будет подписаться, там реально иногда и включаются, соответственно, видео, 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 чаты, информация, и какие-то прямые там включения тоже могут быть. В целом весьма интересно. То есть тебе уже нет необходимости следить за кучей разных каналов по этой части, просто подписываешься на один и все изменения отслеживаешь. Слушайте, спасибо большое, что рассказали действительно, хотя у нас было много того, это совершенно оказалось не политическая тема, а вполне себе мы говорили про бизнес и коллаборацию на этом рынке. Спасибо, что зашли. Спасибо. Спасибо.